здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет разбор дебатов трампа и харрис которые прошли вчера в америке и конечно же это было очень захватывающее действие потому что там были и манипуляции и жесты и много интереснейшей информации которую можно обсуждать в течение многих часов но я решила остановиться на самом интересном ну что же давайте приступим и я включаю первый фрагмент где мы пронаблюдаем как вошли в студию наши герои и что мы что же мы здесь увидим и мы видим что харрис выходит первое двигается уверенно и производит впечатление более молодого и сильного скажем просится слова самца но более молодая и сильная в данном случае вот женщина да поэтому ну вот наблюдаем дальше это камала харрис и смотрите что она делает она смело заходит на территорию собеседника противника я бы даже сказала да вот пожалуйста студия разделена грубо говоря вот на середине да вот эта территория трампа эта территория харрис и смотрите она оказавшись в студии первее за счет того что активно двигается до за тоже за счет того что быстро идет кстати это еще признак здоровья да в том что как человек ходит вы обращали внимание что пожилые люди ходят медленно наверняка обращали внимание и вот здесь вот как раз она своим вот этим активным прохождением по студии показала нам что она здоровая активная женщина да и мало того что активно она еще и смелая она смело зашла на территорию собеседника она смело протянула ему руки он только успел дойти до своей трибуны она уже здесь и она протягивает ему руку и руки и смотрит ему в глаза ну и наверняка улыбается да то есть вот вот как она ведет себя то есть она ничего не боится она всем своим видом это показывает и обратите внимание трамп ну он всегда использует этот свой прием он видите вот рука его постоянно притягивает собеседника к себе для чего он это делает чтобы собеседник потерял равновесие чтобы он чувствовал себя неловко в самом начале беседы но смотрите что делает харрис она она не вызывает она не реагирует так как рассчитывает трамп она отпускает руку она позволяет этой руке приблизиться к трампу но тело не следует за этой рукой то есть она это видимо заранее понимала до что это ей предстоит и соответственно ну очень хороший прием то есть дело идет само по себе а руку она может позволить себе отпустить и это не мешает ничему при этом она продолжает любезно смотреть в лицо собеседнику и мило улыбаться вот это по-женски знаете вот я прям балдею да спасибо вам добро пожаловать к вам обоими как чудесно чтобы у меня есть для меня большая честь видеть вас обоих здесь и смотрите трибуна вообще у каждого ну когда человек выступает ему нужно чем-то защищаться особенно вот паховая область это ну как бы три трибуну изобрели для защиты до оратора и для того чтобы туда что-то класть ну там какие-то записи так по которым оратор может читать и в данном случае чаще всего трибуна конечно используется для защиты каким образом когда человек встает за какую-то за какое-то заграждение он автоматически хватается руками за это ограждение и он но чувствует какую-то хоть минимальную защиту потому что но те кто выступал вообще на сцене прекрасно понимают что это и свет софитов очень сильно сбивает с толку и вообще ты чувствуешь огромное напряжение от огромную ответственность потому что либо тебя снимают либо на тебя смотрят многие люди и это все но это самый самый страшный страх вообще страх публичных выступлений на секундочку поэтому вот придумали такую трибуну и здесь вот мы по поведению сразу видим кто более уверенно себя чувствует трамп схватился за эту самую трибуну и стоит ну мало реагирует на какие-то вещи да вот он оборонительную позицию принимает а харрис обратите внимание она сначала взялась за трибуну да а потом обыграла это под вечером добрый вечер мыслить видите она стала быстрее реагировать на вопросы ведущих достала с ними с ними контактировать и она стала перебирать какие-то вещи да это не признак того что она расслабилась нет это жест манипулятор который говорит о том что человек на в напряжении но жест манипулятор намного лучше чем просто схватиться за что-то понимаете в чем в чем фишка хоть и жест манипулятор говорит о стрессе да но тем не менее он лучше чем вот говорит о стрессе вот это вот вцепился да и держусь ну как бы сразу наметился лидер что называется этих дебатов вот прям с первой минуты секунды да вот как только я стала это смотреть я поняла кто здесь кто в доме главное да поэтому давайте смотреть дальше наблюдать за этим но тем не менее знаете все таки признаки стресса у харрис были и она их нам показывала и конкретно давайте посмотрим как это выражалось в языке ее тело на каких моментах она показывала нервозность до или стрессовые ситуации сложные вопросы для нее то есть вот эти сложные моментики она очень четко на них реагировала и мы с вами это можем зафиксировать и так я включаю веришь ли ты что американцы живут лучше чем четыре года назад и так я выросла как и смотрите прежде чем ответить она отступает отступает причем обратите внимание первый шаг здесь легко спутать с расширением в пространстве когда человек начинает переступать из стороны в сторону да но когда идет расширение пространство он смело идет в сторону территории собеседника а в данном случае мы видим что даже не собеседника противника в данном случае да и мы видим что первый ее шаг в сторону от противника потому что этот вопрос вызывает в ней стресс да но она потом обыгрывает это расширением и это тоже такое такая уловка манипуля не манипулятивная а уже когда человек много занимается выступлениями на публике он становится уже более опытным оратором и вот такие вот тонкости да он умеет обыгрывать вот отступила сначала а потом поняла что это может считаться как слабость и взяла и следующим этапом следующим шагом сделала наступление да и как бы это уже сгладилась вот эти вот сглаживание у нее очень четко прослеживаются но видно что человек опытный ребенок из среднего класса и на самом деле я единственный человек на этой сцене у которого есть план направленный на то чтобы поднять средний класс и трудящихся америке я верю вы не смотрите как интересно единственный человек на этой сцене и посмотрела в сторону трампа но не поймала его взгляд а просто посмотрела как бы в сторону и даже не ну не подняла взгляд а поднял посмотрела вниз это знаете у нас у девочек это такой жест вот такой взгляд очень о многом говорит говорит о неуважении и о прочих таких вот вещах чтобы унизить собеседника мы как бы его настолько уменьшаем в росте что делаем его равным ну вот как бы его не видно вот относительно пола дал такой маленький то есть такой незначительный вот так вот она глянула и но трамп держит покер фейс идем дальше и стремление мечты американского народа из-за его политики его представление том видите немножко она она наезжает на него да но при этом сначала отступила отступила да а потом стала расширяться то есть прежде чем начать вот что-то скажем говорить плохое да она немножечко отступает на всякий случай что должно быть опорой среднего класса люди платят за снижение налогов для миллиардеров да значит следующий фрагмент то есть она дала понять что трамп не за каждого из американцев да она дала понять что трамп будет топить за миллиардеров и соответственно ну как бы миллиардеров намного меньше чем простых людей голосовать будут бой в большинстве именно простые люди поэтому она очень грамотно направляет свои стрелы что называется теперь так по поводу налога трампа тут тоже вот трамп знаете с точки зрения дебата очень сильно проигрывает в том что он него не хватает как сказать не хватает фантазии но не дали не фантазии не не умеет быстро ориентироваться был задан вопрос да и он мог ответить намного лучше но он ответил именно так давайте посмотрим экономисты говорят что налог с продаж трампа на самом деле повлияет на 7 смотрите как она грамотно опять таки формулирует то что она предъявляет до трампу во первых она не от себя говорит это да она отсылает к экономистам и тем самым она сразу решает два вопроса первое она опирается на авторитетный источник а второе она частично снимает себя ответственность но здесь данном контексте в принципе очень уместно но имейте в виду когда с вами будут так разговаривать да и будут опираясь сразу на какого-то авторитета задавать вам вопрос например то в вашем случае вы можете сказать а вопрос вообще от кого от этих специалистов или от вас или ну или от тебя да вот пожалуйста уточни вот здесь вот такая уловочка она манипулятивная по сути да я ее показываю не для того чтобы вот именно в данном случае и так вот разбирать да а для того чтобы вы в жизни это очень четко отслеживали потому что это это очень такая хитрая уловка которую часто используют в обычной жизни и смотрите она очень четко затрагивает боли каждого и дает цифры вот вот что правильно она делает вот она оперирует мнением каждого избирателя и среднего класса примерно за 4 доллара с лишним в год из-за его политики его представление о том что должно быть опорой среднего класса смотрите как он реагирует челюсть видите челюсть идет в сторону как бы кивает данную челюсть вот вот челюсть пошла в сторону скрываемая агрессия ему очень не нравится это слышать люди платят за снижение налогов для миллиардеров президент трамп я даю вам две минуты во первых у меня нет налога с продаж это неверное утверждение она это знает мы вводим тарифы для других стран другие страны наконец-то спустя 75 лет платит нам за все что мы сделали для мира да и здесь конечно же трамп очень сильно проиграл а хотя мог бы и выиграть потому что речь о чем во первых она сказала что он ввел еще один налог до что это за налог я так понимаю что это налог для тех кто им экспортируют да им товары из других стран то есть там китайцы привозят товары и платят определенный налог и она говорит о том что вот на эти товары поднимаются цены и платит за все потребитель по сути она сказала правильную вещь и ну она зафиксировала правду да и здесь в данном случае трамп неправильно начал отвечать а он ответив подтвердил ее эти аргументы по сути он сказал что платят типа иностранцы но на самом деле мы все прекрасно знаем что платит действительно потребитель все таки это приводит к повышению цены иначе ну как бы вот такой закон да но он мог бы мог бы тут как минимум три аргумента в пользу того что он был прав в этом ну во первых конкурентное преимущество для американцев это дает да потому что когда поднимается налог для иностранцев иностранцы 10 раз подумают имеет смысл завозить или нет да и тем самым больше дает возможности американским производителям для того чтобы захватить обратно свой рынок да это первое второе это уменьшает соответственно безработицу когда американские производители больше получают прибыль ну имеют большую дельту которую организовал по сути вот трамп да если это я правильно понимаю о чем идет речь то конечно же это уменьшает безработицу и третье это приносит деньги в казну то есть три фактора которые он просто я не знаю почему это не сказал это ну сразу как бы а по сути что он сказал он взял и подтвердил ее слова не по сути он ну как бы вообще не выиграл в этом споре хотя был прав понимаете вот здесь вот он действительно я считаю был прав если я правильно поняла кстати напишите в комментариях правильно ли я понимаю здесь речь идет о том ввозимых товаров в америку который на которой облагаются налогом большим чем у американских производителей я правильно понимаю или или я что-то не так поняла но здесь конечно же видно что трамп растерян ну вот потому что он либо он просто не умеет вести дебаты ну что могу сказать надо учиться он лицо публичное и в общем то этим и живет в общем то поэтому ну что поделать а дан признаки стресса у харрис она отступает так как мы уже заметили ну давайте посмотрим на каких вопросах она отступала но может быть вы мне еще в комментариях набросаете на каких вопросах она чувствовала себя неуверенно но вот два самых главных вопроса которые но по которым она можно сказать дала мне понять вот своим невербальным своими невербальными сигналами тела что не все хорошо у нее с этим но вот ну по крайней мере у ее команды да вот давайте смотреть когда у меня это было у меня были тарифы но при этом не было инфляции послушай у нас была ужасная экономика из-за инфляции видите отступает и опускает через что говорит о том что вот в этом вопросе она чувствует что здесь еще надо бороться надо как бы не совсем здесь ей все нравится она чувствует отчасти даже вину хотя хотя может быть это скрываемые эмоции да вот опуская челюсть мы либо скрываем эмоции либо это чувство вины но я думаю что все таки здесь не все так хорошо как хотелось бы поэтому вот такая реакция нас такая инфляция какую мало кто когда-либо видел раньше вдобавок ко всему в нашу страну прибывают миллионы людей из тюрем из психиатрических лечебниц и приютов для душевнобольных и они приходят и занимают рабочие места которые сейчас заняты афроамериканцами и латиноамериканцами а также профсоюзами профсоюзы очень скоро пострадают да ну то есть это вот те боли которые но можно сказать есть у харрис да и ну я уверена что она с этим справится потому что передо мной человек очень активный деятельный и вот знаете возможно по-женски я все-таки на ее стороне да но тем не менее я вижу да что вижу то пою да а поэтому если есть еще какие-то темные пятна в программе харрис набросайте в комментарии что там не так но вот я увидела только это но у трампа там были вообще просто зияющие дыры если тут темные пятна то там зияющие дыры и причем даже вот меня удивило что даже в том вопросе ну который мы только что рассматривали в предыдущем фрагменте да он не смог обосновать свою позицию вот это странно понимаете человек политик человек давно уже в этом и в публичности и в политике он уже был президентом почему он здесь так прокололся не знаю но значит идем дальше что касается так экономики давайте смотреть я создал одну из величайших экономик в истории нашей страны я сделаю это снова и даже лучше на нас обрушилась пандемия а панды да значит трамп мнение трампа по поводу своего президентства знаете очень очень сильно менялась в процессе его выступления я прям собрала такие нарезочки сначала он заявил что он создал самую лучшую экономику при этом не привел никаких цифр никак не доказал да потом когда харрис что-то возразило он сказал так пандемия же было ну с другой стороны и сейчас в общем-то у нынешнего президента тоже много проблем и войны какие начались да за это время и много всего произошло может быть даже похуже пандемии потому что сейчас многие страны вот что касается даже той же самой инфляции в америке говорят инфляции да действительно там инфляция есть но не такая например как в турции там вообще просто деньги резко обесценились вообще поэтому и неизвестно что в россии происходит нас то есть во всем мире идет инфляция во всем мире куча проблем поэтому здесь вот брать и ну как бы не совсем это вина вот именно в америке не совсем проблема это только америке и не такая она в америке сильная эта проблема да как как бы ну ладно хорошо инфляция и там и там было да поэтому что могу сказать давайте смотрю ну то есть остапа понесло он сначала говорит о том что он добился высочайших успехов потом оправдывает себя пандемией потом опять он создал сверх экономику то есть вот его не заносит по-настоящему заносит тем что он путается в показаниях оправдывая зачем оправдываться если ты создал самую хорошую экономику да казалось бы приведи цифры и все и сиди спокойно зачем приводить вот эту пандемию если ты действительно красавчик да и при тебе вот прям экономика америки взлетела до небес но этого же не было да зачем тогда говорить то есть где-то врет да ну скорее всего все таки не приводя цифры все таки я думаю что не создал он сверх экономику напишите кстати в комментариях кто в этом разбирается вот при нем что действительно вот так вот экономика взлетела как он сейчас нам это описывает и не было с 1917 года когда погибло 100 миллионов человек не было ничего подобного мы проделали феноменальную работу по борьбе с пандемией я построил одну из величайших экономик в истории мира я собираюсь построить ее снова это будет больше лучше и сильнее но они разрушают нашу экономику они понятия не имеют что такое хорошая экономика ну то есть вот в экономике что он сильно план вообще он во всем плавает так так сильно вообще я не ожидала а кроме того но там вообще остапа понесло по полной программе тут вообще давайте смотреть я действительно собираюсь сделать кое-что действительно необычное я собираюсь пригласить тебя посетить один из митингов дональда трампа потому что за этим действительно интересно наблюдать ты увидишь что во время своих митингов он рассказывает о вымышленных персонажах таких как ганнибал лектор он будет говорить о том что ветряные мельницы вызывают рак что они сделали с нашей страной позволив этим миллионам людей приехать в нашу страну посмотри что происходит с городами по всей территории соединенных штатов и многие города не хотят говорить об этом я не собираюсь становиться авророй или спрингфилдом многие города не хотят говорить об этом потому что они очень смущены этим в спрингфилде они едят собак людей которые пришли сюда они едят кошек они едят они едят домашних животных людей которые там живут и вот что происходит в нашей стране и это позор а тасс но это вообще просто городской какой-то сумасшедший пришел и такой бред несет но здесь я сразу должна вставить еще фрагмент чтобы вы не подумали что это правда я просто хочу унести ясность и оборудовал спрингфилд штат огайо и abc news действительно связалась с тамошним сити менеджером он сказал нам что не поступало никаких заслуживающих доверия сообщений конкретных заявлениях о том что домашние животные подвергаются вреду травмам или жестокому обращению со стороны отдельных лиц в сообществе иммигрантов благословляй людей по телевизору позволь мне просто сказать что это так люди по телевизору говорят что мою собаку забрали использовали в пищу так что возможно он сказал именно это и возможно это хорошие слова для сити менеджера я не собираюсь забирать это у тебя но люди по телевизору говорят что собаку съели люди которые туда ходили повторяю городской менеджер спрингфилда говорит что этому нет никаких доказательств вице-президент я позволю тебе ответить на остальное из того что ты услышал вы говорите об экстриме ребят но это просто вот это ни в какие ворота вообще не лезет на представьте даже когда слышит факты он с ними спорит вот понимаете ведущий который вот пытается его поправить да это вот я слышал и все хоть ты тресни ну то есть какой какая-то неадекватная реакция вообще на на все да вот теперь что касается вопроса с украиной то здесь сразу он ну скажем определил свои позиции и знаете очень пытался не сказать лишнего да ну давайте посмотрим администрации байдена заключается в том что мы должны защищать украину от россии от владимира путина защищать их суверенитет их демократию что это в наилучших интересах америки утверждая что если путин победит у него может появиться смелость продвинуться еще дальше в другие страны ты сказал что решишь эту войну за 24 часа ты сказал это сегодня вечером как раз перед перерывом как именно ты бы это сделал и сегодня вечером я хочу задать тебе очень простой вопрос ты хочешь чтобы украина выиграла эту войну я хочу чтобы война прекратилась я хочу спасать жизни которые тратятся в пустую мы играем в третью мировую войну и у нас есть президент смотрите как он изящно не ответил на вопросы здесь я должна обратить внимание что лжец всегда использует этот прием вообще факт лжи он очень стрессовый для нашего организма наш организм старается не врать почему потому что когда ты соврал тебе и дальше в этой реальности надо жить нужно добавлять какие-то скажем косвенные факты да нужно вот в это самому поверить по-настоящему чтобы любой вопрос любое какое-то уточнение не вызывало стресса и хранить вот этот весь объем информации касающийся ну во первых факта лжи во вторых всех вот этих обстоятельств которые окружали этот факт лжи да то есть который должны окружать какие-то не знаю свидетели какая-то еще информация косвенная и вот это все держать в голове очень энергозатратно поэтому каждый человек избегает факта лжи намного приятней просто промолчать просто не произнести ложь а как бы очень уклончиво ответить на вопрос чтобы тебя перестали спрашивать да а дальше уже жертва сама придумает себе объяснение сама придумает как ей себя успокоить и это не приведет к стрессу для лжеца поэтому лжец будет из последних сил вот так вот уклончиво отвечать и здесь он ответил очень уклончиво что дает нам понять ну почему он во-первых не хочет отвечать прямо потому что прямой ответ отвернет от него большую часть его избирателей скорее всего и ну и вообще но новых ну скажем это не популярный ответ и он не может так себя топить да поэтому он ответил уклончиво но ведущий конечно же молодец задает ему еще раз этот вопрос и еще раз лжец старается избежать факта лжи но имейте в виду что если даже вы умолчали да а это называется умолчание это тоже ложь так что имейте в виду если вы в диалоге с кем-то чувствуете что вам вам пытаются вот таким образом запудрить мозги задавайте вопрос до тех пор пока человек не скажет четко свою позицию вот в данном случае он дважды просто уходит от ответа но мы с вами делаем выводы что которым мы даже не знаем если он вообще где наш президент мы даже не знаем президент ли он просто хочу унести ясность они вышвырнули его из предвыборной кампании как собаку мы даже не знаем наверняка это наш президент видите забалтывает уходит от ответа придумывает новые какие-то темы куда переключить внимание вот так ведет себя лжец которые которые еще не произнес факта лжи и который старается этого не сделать чтобы не испытывать стресс чтоб не проколоться потому что если ты соврал то дальше уже ну ты идешь по минному полю по-настоящему потому что на каждой мелочи ты можешь проколоться и держать все в голове как я уже говорила очень очень сложно энергозатратно нужно хорошую память иметь надо настолько много вкладывать энергии в это поэтому конечно же ему не хочется ввязываться в этот факт лжи но без без лжи здесь никак но у нас есть президент господин президент который не знает что он жив свое время вышло просто чтобы прояснить вопрос веришь ли ты что победа украины в этой войне отвечает наилучшим интересам сша или нет я думаю что в интересах сша закончить эту войну и просто довести ее до конца все в порядке заключить сделку потому что мы должны остановить разрушение всех этих человеческих жизней то есть не ответил и и вот знаете а те кто многие сейчас вот такой же точки зрения придерживается да ну то есть я я за людей вот вот это вот фраза типа я за людей а сам поддерживает войну вот это часто вот эти зетники они часто именно вот так вот и и отмазываются на самом деле конечно же это чудовищно и но он показал нам здесь свое лицо по поводу украины и имейте в виду что этот человек будет против украины это сто процентов и он просто сольет украину вот такие вот у него планы а да значит дальше по поводу тех волнений которые были когда его вот бы были выборы предыдущие да когда все таки президентом стал байден а не он и вот эти волнения которые были сразу после выборов а здесь мне показалось очень страшное страшные знаки вот с его стороны давайте смотреть я не отвечал за безопасность нэнси пелоси было ответственно за это она не справилась со своей работой вопрос было тебе как о президенте они бывшем спикере пелоси но я действительно хочу чтобы вице-президент харрис ответил здесь я была в капитолии 6 января я была избранным вице-президентом я тоже было смотрите когда она рассказывает она вспоминает действительно исполняющим обязанности сенатора я была там и в тот день президент соединенных штатов подстрекал толпу к насилию видите сказала и смотрит теперь в лицо ему да и тем самым она ну вот прям четко стоит на своей позиции ну я чувствую что она здесь говорит правду наблюдаем за его реакции он не смотрит да он закрывает глаза он напрягает подбородок он напрягает рот он не знает как реагировать потому что он действительно здесь виноват и вот она в данном случае говорит правду а он всячески дума ну он как бы не знает какое сейчас лицо подойдет для того чтобы мы все поверили ну то есть вот вот это вот растерянность в плане лица вот представьте себе человек который на самом деле этого если бы не делал он бы здесь реагировал совершенно по-другому он бы как минимум удивился вообще вот знаете лакмусовая бумажка лжеца в отсутствие удивления когда ему предъявляют какую-то обвинение да вот самое главное человек должен удивиться а удивиться испугаться но он должен должен дать реакцию здесь получается что реакция такая вот знаете потерянное непонятно что его лицо хочет сказать потому что он не знает как реагировать потому что он виноват вот невиновный человек он бы стал вести себя по-другому вот как минимум удивился как максимум здесь не буду сейчас рассказывать давайте идем дальше напасть на столицу нашей страны смотрите об при этом закрытые глаза до опустил челюсть напряженное все лицо застыла в одной эмоции до эмоция как бы улыбка натянул улыбку но застывшая эмоция говорит о том что действительно человек пойман с поличным он не знает как ему сейчас какое лицо ему надеть осквернить столицу нашей страны и смотрите в конце вот давайте вот его реакция да вот первое нет удивления потом он а пуль опускает давайте я включаю видите опускает челюсть в конце уже вот это вот при поднимании бровей это уже не удивление кстати при удивлении до брови могут брови поднимаются да но это запоздалая реакция говорит о том что это не удивление это попытка сыграть удивление опускает челюсть у него нет аргументов противостоять потому что человек невиновный он бы как раз челюсть поднял и начал бы как-то реагировать он ему бы дали слово он бы сказал но здесь нет этого потому что ему нечего сказать у него нет аргументов дальше напряг подбородок скрываемая информация и в конце смотрите как он интересно челюстью вот здесь вот вот здесь меня честно говоря на сейчас испугала вот эта реакция смотрите облизывает губы и челюсть вперед продвигает такая злость злость ярость агрессия а потом поднял скинул челюсть и знаете вот между строк я прям вижу вы еще увидите вы еще посмотрите как я это все я в следующий раз свой шанс не упущу вот что он сейчас говорит и 40 сотрудников правоохранительных органов были ранены а некоторые погибли и пойми бывшему президенту были предъявлены обвинения объявлен импичмент именно по этой причине да его реакция конечно меня очень сильно испугала честно говоря и и здесь ну вот службы безопасности надеюсь что будут как-то на стреме потому что в случае если его не изберут он будет вести себя я боюсь ну максимально неадекватно насколько это будет возможно кроме того он там провел какой-то закон насколько я понимаю что президент президент может делать все что угодно ему никаких уголовных преследований вообще не должно быть ну вот как раз вот под это все подготовил что называется почву да поэтому вот это и его реакция прямо знаете леденит холодит прям кровь в жилах а там значит теперь следующий фрагмент по поводу бунта этого еще один фрагмент давайте у нас выборы всего через 56 дней я хочу поговорить и мирные передачи власти которая как мы все конечно знаем является краеугольным камнем нашей демократии и роли президента в момент кризиса господин президент 6 января вы приказали своим сторонникам пройти маршем капитолию ты сказал что будешь прямо там с ними вся страна в мире видела что произошло в тот день в капитолии офицеры подверглись нападению помощники в западном крыле говорят что вы наблюдали за происходящим по телевизору из овального кабинета ты действительно рассылал твиты но прошло более двух часов прежде чем ты отправил то видеообращение в котором просил своих сторонников разойтись по домам есть ли что нибудь и чем ты сожалеешь из-за того что сделал в тот день ты только что сказал вещь которая не освещается мирно и патриотично я сказал это во время своей речи они позже действуй мирно и патриотично и никто с другой стороны не был убит эшли бэббит была застрелена вышедшим из-под контроля полицейским который никогда не должен был стрелять в нее это позор но мы не занимались этой группой людей с которыми так плохо обращались я спрашиваю как насчет всех тех людей которые хлынули в нашу страну и убивают людей которым она позволила это сделать но опять перевел стрелки но знаете что меня здесь смутило он говорит а я же это как как ему предъявили что спустя только два часа после того как он мог сразу до остановить это но он не сделал он целых два часа выжидала потом ну как бы попросил своих сторонников уйти только спустя два часа и что он отвечает он говорит я могу я мог вообще этого не говорить да скажите спасибо что я сказал это спустя два часа то есть такая интересная манипуляция в виде сравнения когда тебе что-то говорят что ты плохо сделал а ты находишь вариант еще хуже и говоришь а я мог сделать еще хуже и собеседники думают ну да наверное наверное он красавчик да ну то есть это манипуляция которая кстати в обычной жизни наверняка вы часто с такой манипуляции встречались и мы часто себя даже успокаиваем этим когда там происходит что-то плохое мы говорим ну что все живы все здоровы да вот вот такие такие манипуляции они ну вот когда для самоуспокоения они хороши да ну вот когда человек который целых два часа сидел выжидал да и возможно надеялся на то что произойдет какой-то захват власти да или там еще что-то а потом когда понял что его ставки понизились из-за чего-то вот тогда он взял и сказал попросил всех разойтись ну конечно же так себе аргумент но он он полностью уверен в том что он во всем прав понимаете человек который вообще не не приемлет никакой критики да и это вот вот даже в этом примере он даже в том что он сделал неправильно да он целых два часа сидел и ждал то есть он по сути он совершал преступление два часа но но потом он же все таки исправился хороший аргумент да что что говорит да тут интересная реакция харрис когда она его описывает дать пронаблюдаем за этой эмоции я имею в виду честно говоря я думаю что эта трагедия что у нас есть кто-то кто хочет стать президентом которая на протяжении всей своей карьеры постоянно пыталась использовать расовую принадлежность для разделения американского народа ты знаешь я действительно верю что подавляющее большинство из нас знает что у нас гораздо больше общего чем того что нас разделяет и мы не хотим такого подхода который просто постоянно пытается разделить нас особенно по расовому признаку а давай вспомним с чего начинал дональд трамп он был у него была земля смотрите какое отвращение боже мой вот вот умеет умеет вот браво отвращение шикарно он владел землей у него были здания и в отношении него было проведено расследование потому что он отказался сдавать недвижимость в аренду чернокожим семьям давай вспомним это тот самый человек который разместил объявление на всю страницу в нью-йорк таймс я призываю казни из пяти молодых чернокожих и латиноамериканских мальчиков которые были невиновны пятеро были в центральном парке на то есть здесь у нас по поводу хотела вам показать отвращение да и ну знаете вишенка можно сказать на тортике я я просто в шоке от этого абсурда который вот продемонстрировал нам трамп давайте посмотрим ради нашей страны и в довершение всего у нее нет никакого плана она скопировала план байдена и это примерно четыре предложения типа беги найди беги всего четыре предложения которые сводятся к следующему мы постараемся снизить налоги у нее нет никакого плана взгляни на ее то есть он сейчас критикует план который на секундочку есть не приводит никаких подробностей просто его в одну кучу нам собрал да и вон смотрите какой он плохой да вот я там я не читал но я против да вот вот типа того никаких вот доказательств каких-то аргументов ничего вот просто есть план но он плохой он сводится там какой-то ерунде да все не не читайте его даже не стоит он вашего внимания план у нее нет никакого плана мистер президент я действительно хочу подробнее остановиться на том о чем вы оба говорили вице президент поднял вопрос о ваших тарифах ты ответил и давай разберемся с этим подробнее потому что твой план это то что она называет по сути национальным налогом с продаж ваше предложение предусматривает введение тарифов как вы здесь указали на импорт из-за рубежа по всем направлениям недавно ты сказал что мог бы удвоить свой план видя пошлины до 20 процентов на товары возимые в эту страну как ты знаешь многие экономисты говорят что при таком уровне тарифов издержки перекладываются на потребителя вице-президент харрис утверждал что это будет означать повышение цен на бензин продукты питания одежду лекарства я утверждаю что это обходится типичной семье почти в 4 доллара с минусом год ты веришь что американцы могут позволить себе более высокие цены из-за тарифов у них не будет более высоких цен у кого будут более высокие цены так это у китая и всех других стран которые годами обирали нас видите годами обирали нас вот это вот переключение на внешнего врага это очень хорошо сейчас используется россии как раз вот для того чтобы россияне ненавидели украинцев да то есть нашли внешнего врага хотя сейчас ладно ну то есть вот это вот внешний враг очень хорошо используется в политике для того чтобы сплотить народ но это это очень такая интересная психология и долго рассказывать поэтому я долго давайте нет плана у меня есть представление о плане прямо сейчас я не президент но если мы что-то придумаем я бы изменил это только в том случае если бы мы придумали что-то лучшее и менее дорогое и у нас есть концепции варианты как это сделать и ты услышишь об этом в недалеком будущем слушайте но я чуть со стула не упала когда первый раз это смотрела вы понимаете он он изо всех сил критиковал вот этот план харрис в котором хотя бы четыре предложения есть в то же самое время у него нет вообще плана понимаете вот вообще от слова совсем вот пожалуйста и и при этом он я вообще в шоке здравый смысл здесь отдыхает там где идет трамп там нет здравого смысла вот такая вот история некоторые моменты настораживают конечно и знаете я сейчас не буду уже делать астрологический разбор я наверно буду отдельно делать такие разборы и я посмотрела ну вот на день выборов их натальные карты кстати кто может мне подсказать время рождения харрис вот я нашла время рождения трампа и это очень хорошо вот если бы еще и и время рождения я сделаю отдельный эфир по астрологии мы с вами разберемся что будет во время выборов поставим можно сказать ставки да потому что там по натальным картам очень интересная такая тенденция я посмотрела в двадцатом году что было и ну вот на натальные карты главных претендентов да и вот здесь конечно некоторые вещи меня пугают но давайте вместе разберемся в этом если вам интересно пожалуйста в комментариях напишите это и поставьте лайк видео конечно же это само собой ну вот за эту часть работы если вам интересно продолжение то пожалуйста проявляйте свою активность и если будет тут активность я обязательно сделаю продолжение уже астрологическое там мы с вами разберем все аспекты там у обоих кандидатов много разных аспектов это все я вам прям покажу наглядно и будем ждать выборов и пронаблюдаем за всеми этими аспектами как они проиграются в жизни потому что это просто потрясающе как работает ну я я просто наблюдаю за своей жизнью из своих близких и вижу что это просто волшебная такая волшебный инструмент ну ладно я вам просто это сделаю и все но с вас активность поэтому если будет активность мы с вами разберем это с точки зрения астрологии кроме того это будет такое обучение для тех кто у меня учится на астрологии вот вы как раз потренируетесь на этом и вот на таком наглядном примере мне кажется что пример достойный да ну что ваше мнение по поводу выборов американских напишите в комментарии да по поводу кандидатов знаете вот честно говоря мне харрис очень понравилось я не знаю может потому что по-женски там еще что-то но но знаете в ее словах ну прям логика да много логики много эмоций душевности но вот все по-доброму да по-доброму и по-деловому конструктивно а вот здесь какой-то непонятный то одно то второе то остапа понесло то остап всех обвиняет во всем то есть никакого конструктива я со стороны трампа не увидела но опять-таки напишите в комментариях ваше мнение наверняка здесь найдутся сторонники трампа и объяснят почему он так себя повел надо пожалуйста напишите мне может я в чем-то не права я всегда прислушиваюсь к вашему мнению потому что вы всегда мне подсказываете самые классные вещи вот благодаря вам я расту надеюсь что и дальше наш вот такой вот симбиоз продолжится и что до новых встреч благодарю вас за внимание пока пока